О том, что на всех каналах, да, первых каналах, ведется речь о том, что не трогать малый бизнес, а здесь получается ситуация совершенно иная. Нет, я помню Магвенко сама сказала, это было полгода назад. Я говорю, Грудер сам, ну, на защиту, говорит, давайте, ну, остановимся сейчас, потому что творится. Только не сейчас. Да, да, не тот момент сейчас, чтобы. Это было полгода назад Магвенко это говорила, и по телевидению, да, все это видели. Вопрос в том, что ее почему-то никто сильно не услышал, это не лучшая проблема. Да просто выходит такая ситуация, что у нас на местах мэры, они выше себя Путина ставят. Президент, председатель правительства принимают одни законы, не трогать малый бизнес. Не трогать его. У нас, с тех же слов, вот Магвенко по телевизору выступала, что у нас предприниматели такие предпринимательные люди, что они не только себя обеспечат. Мы же не ходим, не просим помощи ни у государства, ни у администрации, ни денег, ничего. Нам просто дайте работать. Дайте нам работать и не мешайте нам, пожалуйста. Прислушайтесь к мнению президента, но ведь он же неспроста такой закон издал. Не трогать малый бизнес. Помощь малому и среднему бизнесу. На каком уровне ведется помощь? И Тимков говорит, давайте поможем там, приобретение оборудования. Настоял. Я подала бумагу, покупали там долгосрочное оборудование. Звонит Григорий, он говорит, вы не подходите. Поэтому, ну, сложно очень сложно. Так получается, что мы сами и сантехники, и юристы, и защитить нас просто некому. Просто некому. Мы можем сами трубы прокладывать, за свой счет все это устранять. Но администрации это тоже не нравится. А мы с этим уже давно-давно согласны. Лишь бы, чтобы на своем месте остались. И асфальт катаем, и трубы прокладываем, и дресс-код новые, обшиваем павильоны. Все для того, чтобы всем было хорошо. Хоть один павильон 500-600 тысяч обходится, но все равно же делаем. Администрация только сказала, а, все, предприниматели все согласны, все сделаем. Но почему так с предпринимателями поступают? Как с тряпками. Это просто ужас. Давайте просто посчитаем. Средняя аренда павильонов одного в год. Около 60-80 тысяч, да, на землю? Теперь умножаем на 100 павильонов. Ну, немало денег, получается, в бюджет падает. Почему все пренебрегают? Почему эти деньги, тоже асфальт можно катать на эти деньги? Я не знаю, но много чего сделать. Павильон обустроить. Так это только вы посчитали, то, что аренда земли. А то, что каждого продавца 43% воплачивают. И за себя то же самое. И 13%, а 43% из каждого продавца. Потому что местная администрация, она надеется только на дотации, на бюджет. Что им могут выделять, выделять, выделять. Сами они не самостоятельные. Они ничего не хотят думать, ничего не хотят заработать. Администрация сейчас раскрыла народ на те деньги шайные, которые падают с федерального или с краевого бюджета на благоустройство города Ачинска. Как Титинхо заявил, миллиард можно запросить. Можно и два миллиарда запросить. Только как их использовать?